Спасибо, Мира. Главные новости продолжит эфир на Атомикин Бизнес. И вот о чем мы расскажем сегодня. Как изменится полномочия президента? Сколько еще партий появятся в Казахстане? Министр юстиции дал брифинг для СМИ. Президент, исключая своих родственников из государственной системы, он дает всем остальным сигналам. Об усилении роли парламента, какие партии будут конкурировать между собой и не отведет ли межпартийная борьба от истинных целей? Политобозреватель Газис Абишев ответит на наши вопросы. Куда ушли деньги от платных парковок в Алматы? Подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Все подробности задержания руководителя Алматы паркинга у Дельмурата Муталипова. Долгожданные новости из Москвы к ремонту готовы. Министр энергетики сообщил о начале восстановления поврежденного нефтепровода КТК. Вопрос дефицита сахара будет решен. Мы, конечно, просили вообще больше, чтобы нам выделили. Анастасия Молдина в студии новостей. Это Микен Бизнес. Сурдоперевод представляет Санья Ахмеджанова. Семь уголовных дел расследуются по фактам незаконного вывода денег за пределы Казахстана. Наложен арест на 28 миллионов долларов. Об этом Касымжумарту Тукаеву доложил председатель агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов. Также по итогам первого квартала по нарушениям в таможенной сфере возбуждены 34 уголовных дела. Стоимость незадекларированных товаров превысила 10 миллиардов тенге. Расследуется необоснованное завышение цены на сжиженный газ в Мангистауской области. Всего с начала года возбуждено 552 уголовных дела. Начато 14 досудебных расследований по фактам организации преступной группировки. Сумма причиненного ущерба составила 62 миллиарда тенге. При этом президент поручил не ущемлять права бизнеса и соблюдать законность во время расследований. Буквально на днях был арестован руководитель Алматы спецтехник паркинг Марат Принбеков, а ранее арестовали директора Алматы паркинга Мухтара Базарбаева. Их обвиняют в хищении средств в особо крупном размере. Сколько на самом деле должны приносить платные парковки в бюджет, и в чей карман уходили миллионы, Дельмурат Муталипов пообщался с экспертами. За год до ареста руководитель Алматы спецтех паркинг Марат Принбеков заявлял в средствах массовой информации, что платные парковки в Алматы принесли к госбюджету 700 миллионов тенге. Однако такая сумма налоговых отчислений – лишь капля в море, убеждены независимые эксперты. Хорватия, Загреб. Доход от парковочной деятельности в 2011 году составил 26 миллионов долларов. При количестве парковок 25 тысяч. Амстердам, Голландия – 182 тысячи уличных паркомест, 140 миллионов долларов. Эксперты часто писали в соцсетях, что за последние шесть лет и правительство, и общественность закрывали глаза на то, что платные парковки превратились в чей-то частный кошелек. Председатель независимого автомобильного союза Эдуард Эдоков еще в начале появления паркоматов в Алматы делал первоначальный аудит этого бизнес-проекта. По моим оценкам, 3-5 миллионов долларов в год. То есть за 300 тысяч вам отдали постоянный живой кэш, причем постоянно увеличивающийся, потому что количество платных парковочных мест растет, деньги за них поступают регулярно. В этом году официальные власти признали ранее приводимые факты независимых экспертов. По предварительным данным, следствие зимой прошлого года некое ТО «РР-2» выкупило государственную долю оператора ТО «Алматы Паркинг» за 5 миллионов тенге, хотя фактическая стартовая стоимость государственного пакета оценивалась в 122 миллиона тенге. Возможно, именно эти обстоятельства и стали причиной возбуждения уголовных дел в отношении Принбекова и Базарбаева. Сумма ущерба и похищенных коррупционерами денег пока не разглашается в интересах следствия. Территориальным департаментом агентства по финансовому мониторингу по городу Алматы начато досудебное расследование в отношении ответственных лиц проекта «Парковки Алматы», а «Паркинг», которые подозреваются в хищении бюджетных средств в особо крупном размере. Следственным судом города Алматы в отношении руководителя ТО санкционировано мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Иная информация в порядке статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса в интересах следствия не разглашается. Официальные платные парковки в Алматы работают с 2016 года. Сейчас в южной столице насчитывается 12 тысяч парковочных мест и 120 паркоматов. На сегодняшний день тариф платной стоянки 100 тенге час. Он практически не изменился. Однако в эту стоимость входит лишь аренда места. Безопасность вашему автомобилю никто не гарантирует. Стоит вспомнить шокирующий случай с известным фигуристом Денис Антеном. Воросто завершившейся трагедии произошло как раз на подобной платной автопарковке. Дельмурат Муталипов, Жасулан Омрзаков, Атамикен Бизнес. Родственники Касымжумарта Тукаева и последующих президентов не смогут занимать руководящие должности в госорганах и нацкомпаниях, а также быть дипломатами и акимами. Подобные изменения в закон Министерство юстиции планирует внести в парламент в августе. А до конца года официально утвердить, заявил руководитель ведомства Канат Мусин. Как известно, в нашем обществе родственники это понятие очень обширное. Поэтому моя коллега Маржан Султумбаева расскажет, кто именно относится к этой категории. Анна сейчас с нами на связи. Маржан, так что там с родственными связями? Да, привет, Мадин. Если верить министру юстиции, то уже в следующем году тройболизм во власти будет официально запрещен. Но если быть точнее, только по отношению к главе государства. Закон о запрете занятия высших должностей касается родителей, детей, родных и двоюродных братьев и сестер главы страны. В список вошли супруг и супруга со своими родственниками. Это изменение, возникшее на фоне социальной несправедливости, знак для других чиновников, считает эксперт Никита Шаталов. Очень важная часть этого закона заключается в том, что президент через себя, через собственное самоограничение, формирует повестку для всей остальной системы. Президент, исключая своих родственников из государственной системы, он дает всем остальным сигнал, что, скажем так, люди недостойные, но занимающие определенные политические должности, они из системы тоже должны быть исключены. Никакие родственные связи здесь не должны играть никакой роли. Сегодня министр юстиции Канат Мосин также озвучил ряд других изменений, касающихся полномочий президента Касымжумар Токаева и последующих глав Казахстана. Однако вопрос о сокращении полномочий Ельбасы на повестке не рассматривается, сообщил Канат Мусин. Необходимость изменения этого закона, это в первую очередь будет зависеть от мнения казахстанского общества. Поэтому сейчас ответить на ваш вопрос, будет ли это изменяться, когда это будет изменяться, я ответить не могу. Потому что, ну, об этом сейчас, во-первых, этот вопрос на повестке дня в Можилисе не стоит, будущее покажет. Отдельного внимания заслуживает грядущая беспартийность президента, членов ЦИК, счетного комитета, Акимов и их замов. Департизация госаппарата оздоровит политическую повестку, особенно на местном уровне, а также разорвет зачастую укоренившиеся патрон-клиентские отношения в регионах. На этом фоне инициативные группы уже анонсируют создание своих партий. Нынешний всплеск — это только по большому счету начало. Потому что как только радикально будут снижены пороги, то, соответственно, и политических партий появится намного больше. Ключевой вопрос в их жизнеспособности, потому что, ну, на мой взгляд, скорее всего, те, кто пойдет в первую волну, это будущие зомби партии, потому что, ну, даже если посмотреть затем на их требования, на их политическую повестку, программы, то не создается впечатление того, что они готовы работать системно. По мнению Никиты Шаталова, попытка институционализировать свой всплеск завершится слиянием или поглощением ряда партий. Немодина, через пару лет появятся политорганизации, готовые системно работать и улучшать Казахстан. Спасибо, Маржан. Ну и если подробнее, то в Казахстане могут появиться еще четыре политические партии. Документы на регистрацию сейчас рассматриваются в Министерстве юстиции. Всего, по данным Каната Мусина, с 2019 года заявку подавали 10 инициативных групп. Три из них прошли первый этап. Две группы после получения подтверждения, которые действуют полгода, дальнейшие работы по созданию партии не провели и документы на регистрацию больше не предоставляли. Ель Терега, Халак Дербестега. Партия Халак Дербестега, она получила, прошла на второй этап, получила подтверждение, уведомление. Значит, провели они свой съезд. Сейчас по закону, после того, как партия проводит учредительный съезд, она должна представить списки своих 20 тысяч кандидатов. Сейчас срок регистрации по закону у них приостановлен. По трём партиям Ель Терега, Намаз и Байтирек, если я не ошибаюсь. Значит, у них пока работа идёт на уровне первого этапа. Ну, все заявленные реформы говорят о расширении полномочий парламента. 70% мажориста будет по партийным спискам. Поговорим о партийной конкуренции. У нас сейчас на связи политический обозреватель Газис Абишев. Добрый вечер, Газис. Ну, вот сегодня зарегистрировано 6 партий, на очереди ещё 4, как было озвучено сегодня. Ну, в многопартийности, как известно, есть свои плюсы, есть свои минусы. Ну, большое количество партий заставляет, мне кажется, избирателей как-то теряться в многообразии. И порой кажется, что у всех одни и те же задачи. Вот вам лично так не кажется? Ну, если вы думаете, что у среднего избирателя так разбегаются глаза, то они в целом у него будут разбегаться, будь 3 партии, будь 30 партий. Поэтому тут роли никакой не играет. А для политически вовлечённых людей, нескольких процентов таких пассионарных, для них играет роль сколько партий, 5 или 15. Поэтому здесь говорить о том, что глаза замыливаются, я думаю, что нельзя. И ещё, я предвосхищаю ваши некоторые вопросы, почему это работало так, а это вот так не работало. Сразу хочу сказать, мы сейчас движемся в рамках такого туннеля Второй Республики, а в Первой Республике просто были другие задачи у системы. У системы была задача, чтобы был один партийный властный монолит Нур-Отан, а все остальные статисты, которые изображают многопартийность, поэтому это раньше не работало. Сейчас всё будет по-другому, будет больше независимых партий, и только сейчас мы увидим реальную партийную конкуренцию и реальное партийное поле. Ну да, вы правы, сегодня всё у нас коренным образом меняется. И я бы сказала, что сегодня мы наблюдаем такую разочарованность электората в партийной работе. И многие вот действительно не понимают, зачем нам столько партий, и ещё плюс четыре к тому же, которые намечаются, озвучены были сегодня. Не кажется ли вам, что вот все партии однотипны по своим задачам, и надо вводить какие-то ограничения, какой-то регламент, разделять партии по целям, например, вот как за границей существует партия зелёных, может быть, создать какую-то партию, которая будет защищать интересы женщин. Вот, возможно ли это сегодня? Ну, Мадир, я вам хочу сказать, что партия зелёных есть во многих странах мира, и в Великобритании, и в Германии, но это никак не регулируется государством. И у них нету, как вы сказали, может быть, нам создать партию зелёных или партию женщин. Там государство не указывает партиям создаваться или не создаваться. Партии возникают сами. То есть у нас не назрела необходимость сегодня? У нас назрела необходимость. Вопрос в том, что, учитывая бедность, социальное расслоение, политическую несправедливость, политическая недоразвитость нашей политической системы, многим избирателям экологический вопрос кажется неким второстепенным. Но, тем не менее, экологические процессы есть. Экологические проекты есть. К примеру, партия Байтак, проект Байтак-Булышак-Азаматхана Амертая, и там он зиждется на Олжасе Сулеймену идеологически. Это экологический проект, который вполне себе может возникнуть и сейчас пытается зарегистрироваться. То есть всё придёт в процессе. Но вот не придём ли мы в целом к модели такой политической конкуренции, как на Западе, когда партии не брезгуют грязными играми, когда поливают компроматом своих конкурентов? И вот самое главное, не сведётся ли это деятельность партии к борьбе между партиями не к отстаиванию интересов своих избирателей, а вот к каким-то межпартийным воинам? Обязательно. Обязательно к этому придёт. И это нормальная ситуация. Потому что в однопартийных системах вроде Северной Кореи, Китая, Ирана, Венесуэлы такой многопартийности нету и такой политической борьбы нету. А вот задайте себе вопрос, это лучше для свобод граждан или хуже? А в таких странах, как США, Великобритания, Германия, Франция такая острая, грязная временами чёрная борьба между партиями есть. И в этих странах свобод больше, чем в Северной Корее или меньше. Мне кажется, политическая борьба – это как раз-таки инструмент, когда игроки на поле ограничивают друг друга и ограничивают инстинкты друг друга захватить власть и установить диктатуру. Это как раз-таки и есть та защита от тех негативных явлений, с которыми мы сейчас пытаемся бороться в рамках Второй Республики. То есть нам нужно быть готовым к таким вот красивым политическим шоу в дальнейшем. Ну, вы знаете, а это сейчас и так идёт у нас в нашем поле, в социальные сети вы зайдёте, очень много грязи. Просто если это будут делать политические партии, они будут ограничены законами и нормами публичной политической культуры. Ну, конкуренция, как известно, всегда порождает какое-то развитие. Партии, которые будут бороться за власть, вынуждены будут работать, наверное, гораздо эффективнее. Сейчас порог для прохождения в парламент для партий снижен. Может так вдруг случиться, что все 10 партий пройдут во власть, в парламент? Как вы относитесь к такому варианту развития событий? Не будет ли это мешать какой-то конструктивной работе? Нет, конечно, не будет, потому что я считаю, что зачастую конструктивной работе мешает партийная дисциплина, при которой во фракции может состоять 70 депутатов, и из них 30 может быть не согласны с этим решениями и всей душой понимать, что такие решения принимать нельзя, которые укрепляют властную вертикаль или способствуют развитию монополий, снижают антикоррупционные барьеры. Но партийная дисциплина со стороны руководителя фракции, руководителя партии вынуждает их голосовать так, как требует от них партия. Если же парламент будет разделен на 10 партийных фракций, внутри из которых будет вестись борьба, и голос каждого депутата внутри фракции будет более значим, то тогда это, конечно, приведет к более конструктивному и сбалансированному обсуждению законов, нежели чем когда огромная махина, возглавляемая одним капитаном. Ну вот общность позиций нескольких партий позволяет им объединяться вот в блоке, как мы видим, это за границей, и эффективнее достигать какой-то цели, одной цели. Мы вот такой практики не помним у нас в стране. Почему вот партии не готовы сотрудничать сегодня? Ну я вот, я же вам объяснил, вы сейчас апеллируете к периоду Первой Республики, во время которой у нас не было политических партий. У нас была одна государство-партия, изображающая конструктивную оппозицию сателлитов. А сейчас просто новая эпоха есть, и сейчас по ряду вопросов какие-то коалиции вполне себе локальные возможны. Мы видели там на митинге против Утилисбора руководителей партийных проектов Ельтрега Альтаева, Амиртая Байтак и основателя партии на мыс молодого Санжара Букаева. То есть, и вот мы уже видим три партийных проекта, которые объединяются в защиту одного проекта по отмене Утилисбора. И таких проектов, таких ситуаций будет все больше в будущем. Ну вот расширение полномочий парламента, они возлагают на депутатов большую ответственность, несомненно, и население ждет уже каких-то конкретных изменений. То есть у депутатов должен быть налажен какой-то диалог с властью, чтобы приходить к результату. Но вот в нашем эфире народные избранники, и вот в последний раз, насколько я помню, Азад Перуашев говорил мне, что власть неохотно идет на диалог. Как решать этот вопрос? Говорит ли это о том, что в депутаты должны идти люди, которые имеют какие-то рычаги влияния? Ну смотрите, у парламента, конечно же, есть парламентская трибуна. У Азада Перуашева, как лидера парламентской оппозиции, есть инструменты давления на власть тоже, в том числе в публичном поле. Вопрос в том, что пользуется ли он этими инструментами или не пользуется. Мне кажется, что все-таки они не до конца пользуются этими инструментами. Конечно, сейчас исполнительная власть, правительство в руках одной правящей партии, но оппозиция должна активно бить, зная, что политизированное общество настроено во многом оппозиционно, то нужно апеллировать к ним через каналы социальных сетей, и выходить за рамки своей узкой повестки. Спросите себя, а сколько раз партия Акжоу и лично Азад Перуашев голосовал против правительственных законопроектов, пытаясь защищать свои политические интересы. Во всех развитых парламентах мира политическая борьба внутри парламента – это сделки, когда партии уступают здесь, но голосуют против здесь. А партия Акжоу намного чаще голосует за правительственные инициативы, нежели чем пытается изобразить, мне кажется. Просто у нас нету паблик-рекорд, у нас нету доступа к данным, кто и как голосует по тем или иным законопроектам, и это нужно обязательно вести. Поименно голос каждого депутата по каждому решению парламента должен быть в публичном доступе. И тогда мы будем оценивать их смелость и благородство. Ну, если сегодня возлагается персональная ответственность на каждого депутата, я думаю, это будет у нас в скорой практике. И в завершение еще вопрос. Что вы думаете вообще об институте сенаторства, если депутаты Верхней Палаты не будут принимать активного участия в разработке законопроектов, какая их роль вообще в политической системе? Ну, смотрите, во-первых, на Сенат может быть возложено утверждение руководителей государственных органов, подчиненных президенту, но не входящих в состав правительства. И таким образом формируется разделение, отделение вот этих двух ветвей исполнительной власти, правительства, кабинета министров и вот этих органов, типа Антикора, КНБ и прочих. Более того, сенаторы могут осуществлять парламентский контроль, проводить парламентские слушания. А кроме этого, фактически, когда они будут отклонять законопроект Мажлиса, они будут как будто бы накладывать на него вето, и Мажлис может преодолеть вето. Но парламент таким образом как бы взрослый контроль за законопроектами Нижней палаты парламента осуществляет. Но на самом деле вопрос одной или двух палат для меня является не очень принципиальным. В случае политического кризиса в условиях реальной демократии надо задать себе вопрос. Одна стремящаяся к диктатуре политическая сила сможет с большей легкостью захватить одну палату или две? Мне кажется, что две сложнее. И в этом смысл вот этого процесса разделения властей внутри парламентской системы, если институт президентства будет ослабляться в последующие годы. Абсолютно с вами согласна. Спасибо большое. У нас на связи был политический обозреватель Газиз Абишев. А мы продолжим. Сразу после выпуска новостей, кстати, тему продолжит Данил Москаленко в программе «Время говорить». Он ожидает политолога Жаксалыка Сабитова. И из Турции к нему присоединится профессор Айнур Ногаева. Годовая инфляция ускорилась в Казахстане, причем во всех регионах. Это констатирует Нацбанк. По его данным, если в феврале этот показатель составил 8,7%, то в марте уже 12%. Наибольшее ускорение зафиксировано в Шемкенте, а также Актюбинской области, где годовая инфляция увеличилась с 9% в феврале до почти 13% в марте. Темпы роста цен на продовольствие в марте увеличились с 10% до 15,5%. Максимальное подорожание произошло в Актюбинской области – 18,5%. Цены на непродовольственные товары также увеличились с 8,5% до 11%. Максимальный рост отмечен в Акмолинской области. Там товары подорожали на 12,4%. Минимальный рост в Западно-Казахстанской области – 9,2%. Ну и, к слову, цены в марте текущего года выросли во всех 17 регионах и превысили среднеисторическую норму. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Шемкенте. Пожилые казахстанцы тратят почти 50% всей пенсии на продукты питания. Такие данные приводит аналитический портал Финпром КИЗ. В рейтинге по соотношению цен на продукты и социальных выплат Казахстан занял 37 место из 44. Лидером стала Норвегия. Там получают чуть больше 2 тысяч долларов. В нашей стране эта сумма достигает 220 долларов или 105 тысяч тенген. Но показатели могут быть и ниже в зависимости от курса. Впрочем, среди стран СНГ у Казахстана лучшие показатели. Всего в стране насчитывается больше 2 миллионов пенсионеров. Согласно статистике прошлого года, из числа всех граждан от 65 лет продолжили работать около 4%. В Евразийском экономическом союзе обнуляют пошлины на новые группы товаров и упрощают процедуры импорта. Министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев заявил, что такая мера является актом поддержки предпринимателей Союза в условиях кризиса. Расширят перечень продукции, которую временно ввозят в ЕАЭС по нулевой ставке таможенного налога. В новый список вошла широкая номенклатура товаров критического импорта. Это продукты питания и компоненты для их производства. Упаковочные материалы, химическая продукция, а также комплектующие для ремонта транспорта. Министр отметил, что по расчетам Евразийской экономической комиссии до конца сентября бизнесмены смогут сэкономить более 200 миллиардов рублей, что в тенге составляет свыше 1 триллиона. Приняли решение по обнулению таможенных пошлин. Уже порядка полутора тысяч позиций. Завтра коллегия примет еще очередной пакет таких решений. Они действуют до конца сентября. И мы посчитали, что общий объем тех средств, которые сэкономит бизнес на освобождение от пошлин, составит порядка 200 миллиардов рублей. И сейчас подробнее о сахаре. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил предложение Казахстана об увеличении для нашей страны квоты на беспошлиный импорт белого сахара и сахара сырца. До конца августа в страну смогут ввести до 350 тысяч тонн белого сахара и тростникового сырца. Это на 100 тысяч тонн больше предыдущей квоты. Казахстан вынужден был обратиться в комиссию в связи с ограничением экспорта из основных стран-импортеров – России и Беларуси. Причем для полного покрытия внутренней потребности запрашивался объем гораздо больше. Мы, конечно, просили вообще-то больше, чтобы нам выделили. То есть до конца года, чтобы это была квота в размере 500. Ну, что одобрили, то одобрили. Потом сегодня пришла информация от российских моих коллег, что в мае будет рассматриваться вопрос, на комиссию носился вопрос о поставках российскими производителями недопоставленного сахара в рамках договорных обязательств. По словам Айжана Наурызгалиева, по приблизительным подсчетам, Казахстан недополучил в рамках проплаченной договоренности порядка 60 тысяч тонн российского сахара. Теперь есть надежда, что его допоставка будет и дефицит исчезнет, говорят специалисты. Но между тем, ситуация в сахарной отрасли заставила Минсельхоз всерьез задуматься над тем, чтобы наращивать собственное свекловичное производство. По крайней мере, ведомство разработало для этого специальную программу и внесло в нее все пожелания Ассоциации пищевой промышленности. Главное из них – увеличение пассивных площадей для выращивания сахарной свеклы. Этот документ в скором времени должны будут рассмотреть в правительстве. Ну и дефицит сахара уже сказался на повышении цен на кондитерскую продукцию. Не все предприятия могут продолжать работу в таких условиях, говорят казахстанские предприниматели. Цена за килограмм сахара уже превысила 500 тенге. При наплыве российской продукции местные потеряют отечественный рынок, восстановить который будет очень сложно. Может сважиться такая ситуация, что наша продукция сейчас, вся кондитерка, она будет неконкурентно способна на нашем местном рынке. То есть, та продукция, которая будет завозиться с России, сейчас в России, если пересчитать на наши деньги, сахар стоит где-то в районе 380 тенге. Поэтому, я так думаю, что цена на нашу кондитерскую продукцию увеличится процентов на 20 в среднем. Поэтому мы можем стать неконкурентно способными с остальными производителями. Деревообрабатывающие предприятия Кустанайской области на грани закрытия. Из сотни пилорам практически половина приостановили работу и сократили сотрудников и объемы работ. Причина в запрете России продавать свой лес за рубеж. Что ждет отрасль в связи с дефицитом сырья и вырастут ли цены на стройматериалы из дерева, расскажет моя коллега Айжан Теон. Андрей Тенцер занимается деревом уже 4 года, но с проблемами поставок сырья сталкивается впервые. Говорит, что леса ему осталось на 2 недели работы. Что будет делать дальше, не знает. Дело в том, что с 1 января Россия запретила вывозить свой лесоматериал за рубеж. Спустя 2,5 месяца страна все же сделала послабление и ввела квоту на свое сырье для Казахстана – 477 тысяч кубометров. Правда, с оговоркой – ввозить в республику его можно только железнодорожным транспортом. Это дополнительные расходы. Отсюда доска вырастет еще на 30-40%. То есть на 30-40 тысяч цена поднимется. Ну, сами понимаете, что это будет. Это будет, значит, повышение цены будет бить по карману наших потребителей и наших клиентов. Расход на транспортировку лесоматериала ЖД путями вырос с 3 тысяч тенге до 11 тысяч тенге за куб. То есть почти в 3,5 раза. Если ситуация не изменится, владельцы пилорам прогнозируют рост цены на доску со 110 тысяч тенге до 160. Особенно пострадает Кустанайская область из-за неудобства логистической цепочки. Поставщики леса говорят, что ввести дерево из России можно только до станции Табол. Это почти 100 километров от областного центра. При этом Россия не запрещает ввозить в Казахстан готовую доску, тем самым лишая работы казахстанские пилорамы и увеличивая количество посредников. Сама по себе доска там в России, они не успевают ее напилить. Они пилят для своего рынка. В данный момент в России очень большой спрос сейчас пойдет. Сейчас вот сезон начался, можно сказать, на стройматериал, то есть на доску. Эту доску они сейчас будут, соответственно, поднимать цену. Просто стройка встанет. У людей не будет столько денег, чтобы покупать эту доску. Как итог, казахстанская деревообрабатывающая промышленность останется без сырья, а на рынок придет дорогая готовая российская продукция. К решению ситуации подключилась Ассоциация мебельной и деревообрабатывающей промышленности Казахстана. Вместе с Министерством торговли и Мининдустрии она пытается убедить российскую сторону вернуть казахстанскому бизнесу возможность вывозить лес автотранспортом. Пока безрезультатно. Субъективное ему, как бизнесмену, мнение это идет просто-напросто, ну, по принципу, бей своих, чтобы чужие боялись. Они отжимают рынок и ломают тот десятилетиями наложенный бизнес, опять же повторюсь, о котором все они на площадках говорят, приграничный кооперационный бизнес. Вот она была кооперация. Но ее же сейчас с этим нормативным правом актом ломают. Но даже железнодорожным транспортом вывезти лес из России проблематично. В начале апреля бизнесмены ВКО отказали в приобретении сырья, потому что они, как резиденты Казахстана, не имеют доступа к российской информационной системе учета древесины и не могут получить фитосанитарный сертификат. Айжан Утсилова, Габидин Жокушев, Телеканал, Атамикен Бизнес. Холдинг российской железной дороги ввел ограничения на отгрузку в адрес ряда казахстанских станций. Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на документы иностранной компании. Под запретом оказались железнодорожные станции Алтын-Коль, Алтын-Коль-Экспорт, Достык и Достык-Экспорт. В РЖД пояснили, что ограничения в нашей стране, цитирую, введено в связи с обращением Совета по железнодорожному транспорту СНГ в связи с накоплением подвижного состава на территории Казахстана. Кроме того, до 19 апреля ограничена отгрузка в адрес станции Жана-Аул в Карагандинской области. С чем связаны подобные меры, в российской компании не рассказали. Атамикен Бизнес обратился за комментарием в Министерство индустрии и инфраструктурного развития, но ответа пока не последовало. Два поврежденных выносных причальных устройства на КТК готовы к дальнейшему ремонту. Об этом сообщили в консорциуме. Ход работы и возможные сроки их завершения на встречу в Москве обсудили министр энергетики Казахстана Булат Акчулаков и гендиректор КТК Николай Горбань. Стороны также рассмотрели вопросы поставок иностранных комплектующих для оборудования и сооружений морского терминала консорциума в целях обеспечения безаварийной и ритмичной перевалки нефти. Напомню, лишь одно из трех поврежденных причальных устройств по результатам инспекции было введено в эксплуатацию 24 марта. По этой причине консорциум был вынужден принимать нефть от грузоотправителей на сниженных режимах. Власти Казахстана отмечали, что ремонт может продлиться до конца апреля. Рабочие компании «Каспиан Дриллинг» требуют справедливости. Почти 60 человек прибыли из Актау в Атерау для встречи с работодателем. Они уверены, что руководство незаконно отстранило их от работы. Около двух месяцев стороны не могли прийти к единому соглашению. Теперь создается трудовой арбитраж. Между тем, компания подала иск в суд на действия рабочих. В нюансах трудовых отношений разбиралась Алия Жамитова. Эти 60 рабочих занимаются буровыми работами на Каспии. Два месяца назад они потребовали руководства повысить им зарплату на 200%. В компании сразу заявили, что на такие условия не пойдут, но согласились поднять ставку на 25%. Однако рабочих такой расклад не устроил. Снова лгут нам предлагают старый договор, в котором прописаны пять дней работы и два дня отдыха. А ведь мы работаем вахтовым методом. Это производство за вредность ничего не добавляет. После выражения протеста рабочие получили уведомление о сокращении. Оказалось, что товарищество меняет название компании и создает новое учреждение. Что они придумали? Они решили переименовать компанию. Было Каспиан Дриллинг, теперь будет Атерао Мунай Газ Геология. Будто бы туда переведут ребят. Но как они могут сокращать, если у нас даже контракта нет, а людям выдают уведомления? Сегодня состоялось первое заседание трудового арбитража. Четкого решения вопроса пока нет. Но представители компании уверены, что вопрос заработной платы вряд ли решится. Дело в том, что для выполнения требований работников требуется более 2 миллиардов тенге ежегодно. Таких доходов у компании нет. Более того, сейчас под угрозой и сам контракт компании. Была забастовка, работа прекратилась. Заказчик нам прислал письмо, в котором было сказано, что если невозобновим работу, то контракт будет разорван. Тогда мы вообще останемся без работы. Что касается закрытия одной компании, открытия другой, такого разговора не было. Инспекция труда, проводившая проверку товарищества, выявила ряд нарушений трудового законодательства. Это отсутствие трудовых договоров, невыплаты надбавок за вредность. За это учреждение острофовали на 280 тысяч тенге. В свою очередь, компания подала в суд на рабочих за приостановку производства. Что касается нефтяников, то они полны решимости довести дело до конца. Жители пригородного села Новоявленка в Усть-Каменогорске говорят, что к ним перестали заезжать автобусы. А пассажиров высаживают за несколько километров от поселка. Каждый год люди просят отремонтировать им дорогу. Представители Акимата пообещали навести порядок, но ямы просто забросали смесью сомнительного качества. Дмитрий Крюкович поделился подробностями. От бывшего асфальта практически не осталось следа. Единственная дорога в село ветшает на глазах. Многочисленные жалобы в городской Акимат ни к чему не привели. На этих выходных жители пообещали перекрыть трассу Усть-Каменогорск семей. Только после этого к ним наконец-то приехали чиновники. Пообещали, что уже сегодня здесь начнется ремонт. Рабочих до сих пор нет. Время уже третий час, а рабочих нет. Как еще обращаться, понятия не имею. Никуда. Проблемное село, до которого всего 20 километров от Усть-Каменогорска, уже перестали заезжать автобусы. Сельчан водители высаживают за 2 километра от поселка и домой приходится идти пешком. В округе очень много бродячих собак. Трагедия может произойти в любой момент. Водители говорят, что у вас плохие дороги, что ломаются от этого автобусы и что бесконечно к вам как заедем, так мы потом стоим на ремонте, к вам невыгодно ездить. По соседству с селом расположен карьер. Большегрузы за несколько лет полностью разбили трассу. Ограничительные знаки и скоростной режим водители просто игнорируют. С самого, грубо говоря, перекрестка через поселок Новояльника, через поселок Коробиха едут эти большегрузы. Они проезжают, несмотря на эти знаки. До разбивали уже дорогу. На ней проезжать невозможно. Автобусы разворачиваются из-за этих дорог. Детей оставляют при въезде в поселок. Помощь от Акимата все же пришла. Ямы засыпали непонятной смесью, которая наверняка уйдет вместе с первым дождем. На въезде еще поставили ограничительный знак для грузовиков. Но его тут же украли. Выяснилось, что на капитальный ремонт денег в городском бюджете просто нет. Дмитрий Крукович, Жанбалат Саньяс, Атамикен Бизнес, из Усть-Кеменогорска. Фермер из Карагандинской области через суд отстоял свои права на земли. Отобрать более 2000 гектаров плодородной почвы у жителя Абайского района пытались местные власти, ссылаясь на снимки космомониторинга. Чиновники через суд хотели доказать, что его пассивные и пастбищные угодья не используются по назначению. Судебные споры длились больше полугода. Сельский предприниматель обратился в региональную палату. Юристам удалось доказать, что Акимат не предоставил ни одного подтверждения того, что фермер не осваивал земельные участки. По словам специалистов, практика показывает, результаты космомониторинга не всегда достоверны, а количество жалоб по земельным вопросам в Карагандинской области только увеличивается. Земля у нас одно из приоритетных направлений, по нему очень большое количество обращений поступает. Естественно, это в основном споры только с государственными органами, потому что у нас, согласно земельного кодекса, земля находится в государственной собственности. Даже возникают вопросы по частным земельным участкам, когда государство препятствует развитию бизнеса. Ну и прямо сейчас Данил Москаленко обсудит с экспертами предстоящие реформы в политическом устройстве страны, которые озвучил сегодня министр юстиции. У меня на этом все, Данил Эфир Твой. Да, спасибо большое, коллега. Сегодня поговорим о политических реформах, которые ожидают нас с вами. Уже понятно, что будет, например, четыре партии. Возможно, сейчас они на подходе, проходят регистрацию в Минюсте. На разные они стадии, конечно же. Но, тем не менее, политическое поле, политическая жизнь, похоже, оживляется. И все это результат послания президента, которое совсем недавно у нас было озвучено в марте.